Всем привет! Я Дмитрий Раевский и сегодня у нас прямой эфир про Тибет и Шамбалу. На днях вышел мой пост про ученичество и он вызвал огромный интерес. Прямо достаточно большой, много было комментариев, вообще много. И меня это натолкало на мысль побольше вам про это рассказать и поотвечать на ваши вопросы. Поэтому вот, давайте будем общаться. У меня для вас заготовлена целая куча разных фотографий. Сейчас я буду вам их показывать. Итак, впервые я появился в Тибете в 99-м году. Я был вот таким вот молодым. Это был 99-й год в Тибете. Было, конечно, прикольно. Давай познакомился с учителем. Посмотрите, с какого комнаты я ушел. Вот. Был, конечно, молодым, глупым, мало чего понимал. Но учитель был настоящий, слава Богу. Сейчас я стараюсь каждый год ездить в Тибет. Вот моя фотография сейчас. О, есть еще одна классная фотография из того далекого прошлого. Тоже я в Тибете. Влетел через Непал. Вообще не понимал, что происходит. Думал, что надо. Так получилось, что мой учитель меня пригласил. То есть вот в прямом смысле слова. Он сказал, давай прилетай. Я тебе денег, да, выслал мне денег. Я их получил. Было офигенно. И эти деньги можно было тогда построить, купить квартиру в центре города. Потому что это дорогая экспедиция. Но я понял, что деньги для того, чтобы я был в Тибете, значит, надо в Тибет. Ну и слава Богу. Полетел через Непал. Потом из Непала поехал в Тибет. Вот это Лхаса. Это как бы Кремль такое. Центральное место. Лхаса это Патала называется. Дворец. В общем, конечно, Тибет очень удивительно. Безумно красив. Тут такие типичные дома в Лхасе. Если меня спросят, в каком городе мира я хотел бы жить всю свою жизнь, то я сказал бы, в Лхасе это самое потрясающее место на Земле. Тогда я познакомился с учителем виртуально. Через гадалку фактически он стал со мной разговаривать, пригласил. Потом выслал денег. Я приехал. Все. Мы познакомились. Я, кажется, балбесом был месяц, вспоминая себя. На месте моего учителя я бы себя в ученики не взял. Ну, наверное, видел мой потенциал. Но, видите, вырос я чуть-чуть. И все. И после этого я очень долго не был в Тибете. И потом мой учитель, опять-таки, уже голосом, я слышал голос периодически, сказал мне, что мне нужно снова вернуться в Тибет. Для того, чтобы проходить обучение. И здесь мне было 24 года. Это было, конечно, удивительное время. Совершенно безбашенное. Как-то выживал, не знаю. Братушки, в Тибете никто по-английски не говорит, чтобы вы понимали. Но я тоже не освоил по-английски. Объяснился пальцами. Это Тибетский ламо-учитель? Нет, это я. Это были мои фотографии. Давайте расскажу, как все было. В 99-м году я отчаялся. Я не знал, что мне делать, чем мне вообще заниматься. Я пошел к гадалке и сказал, мне нужно понять, чем мне заниматься дальше, куда бечь. Гадалк сказал, ну, попробуем показать на картах. На картах раскидал. Ну, фигня какая-то. Там еще какие-то на бувах каких-то. Тоже фигня. Говорит, давай попробуем, что духи скажут через меня. И духи как стали через нее говорить. Пришел буддист и сказал, что он мой будущий учитель. И что мне нужно ехать в Тибет. Ну, я подумал, наверное, фигня. А он мне спел прям сроками сыпать, что ты должен 4-го числа получить паспорт, 12-го сентября. 4-го сентября получить паспорт, 12-го сентября быть в Шагадзе. И там ты стоишь моим учеником. Я спросил, конечно же, почему именно я. На что он мне ответил? Ну, потому что был мой учеником в прошлой жизни. Это потом я уже узнал, что учителя стараются делать ставку на уже проверенных учеников, которых воплощают в мир. То есть я был рожден для того, чтобы выполнить свою миссию. То есть просветление достиг уже в прошлой жизни и мог не воплощаться. И вот пришел в эту. Так мне объяснил мой учитель. И в одной из прошлой жизней мой учитель был Сергеем Радонежским. А я был монахом-пересветом, который как раз-таки на Холикомском поле там сражался. Есть картины на эту тему, можете посмотреть. И у меня есть миссия нести путь в сердце, целительствовать, исцелять рак, защищать бедных женщин и больных детей, спасать, защищать, отогревать. Ну и в конце концов рассказать людям о том, что, собственно, скоро будут большие перемены в этом мире, о которых мне рассказывает учитель, я просто их пересказываю. Для этого научил меня учитель, как силой концентрации, через работу с подсознанием, работу с сердцем, исцелять онкологию, исцелять аутоиммунные заболевания. Очень здорово вылечиваются дети с аутизмом, с задержками развития, с ДЦП. Вот это вот все. И когда я говорил, ну хорошо, нужно приехать в Тибет, все замечательно, я так-то не против, денег нет. 1999 год, только был великий дефолт. Страна в нищете, я тоже. Он говорит, я тебе деньги вышлю к тому времени. Если ты будешь достоин, посмотри, ты себе будешь полгода вести. Несмотря на то, что через полгода я получил нужную сумму, это было 5 тысяч долларов, по тем деньгам это было много. Это было 20 с лишним лет назад. То есть можно было купить квартиру в центре города. Прямо много это было. Я быстренько сделал паспорт, загранку, купил билет на ближайший самолет. Прилетел в Непал, тут же побежал искать. С враской так, бам-бам. Офис компании, которая могла бы меня доставить в Тибет. Оказалось, ездят джипы, такие старые, лонгрузеры 70-е. Туда набивают по 6 человек. Два на переднем сине, рядом с водителем, 4 сзади. Рюзаки в багажник и погнали. Вот такой машина попала и доехала до города Шагазе, где мы с ним встретились. Учитель мой выглядел достаточно молодо. Ему на вид было 32 года, может быть так, 35. Достаточно молодой голос. И он говорил, со мной не раскрывая рта. То есть губы не шевелились, но я голос слышал. Между нами, как будто из воздуха. Динамик невидимый висит между нами. Он ощутимый. То есть он, когда клал руку мне на голову и погружал меня в глубокое состояние транса, где показывал знания, то я его чувствовал в руку. И мне тогда было 24. Это было в 99-м году. Сейчас мне 46. Сейчас я почти в два раза старше. Но когда я последний раз встречался с своим учительом в Тибете, он не изменился. То есть он бессмертен. Я изучал вопрос, сколько же лет моему учителю. Потому что до этого о нем рассказывал Ирина Рерих. И выяснилось, что ему лет 500. И он бессмертен. Вот такая интересная ситуация у нас. Да, это волшебство. Но то, что я сейчас делаю, когда выречиваю о онкологии, у людей тоже волшебство. Поэтому, знаете, все в мире относительно. Сейчас ко мне приехало много пациентов сюда на Эльбрус. И уже у всех пошло очищение организма. У всех царю уходит опухоль. И это происходит уже за несколько дней. Как найти такого учителя? Видите, в чем дело? Это он меня нашел. Я его, а он меня. И он пригласил. То есть он решил, что мне нужно быть там. Мне нужно получить эти знания, эти навыки, чтобы они потом разворачивались. Что было дальше? Моя история. Давайте я вам расскажу, это очень интересно. И вот 99-й год. Я такой молодой. Возвращаясь сюда из Тибета. Полный каких-то удивительных знаний, которых я не помню. То есть он меня что-то вложил. Знаете, когда флешку загрузили. Но когда вы держите флешку в руках, вы же не можете считать информацию. Нужно ее вставить в компьютер другой, чтобы информацию получить. А компьютер, это ты сам, который способен распаковать эти знания. И вот я не был способен их распаковать. Что-то в меня вложили, что потом только стало распаковываться. Пока, когда это все происходило, я не понимал, что это такое. И вот я приезжаю в Россию. Ну, понятно, Тибет прошел. Учитель там остался. Ощущение его внутри было еще полгода, наверное, где-то. Потом постепенно растаяло. Я стал думать, а дальше-то чем-то надо заниматься. У меня дочка маленькая, кормить нужно. Вот, побыкался, побыкался. И стал сначала, создал общественную организацию по бобе с наркотиками. Через это стал советником губернатора. И я живу в Смоленске, в Смоленской области. За время, пока я помогал губернатору справляться с наркомафией, я лично посадил в тюрьму 50 наркоторговцев. И в итоге у нас вообще перестали торговать. В общем, я думаю, что когда-нибудь про это снимут фильм, потому что это было много детективных историй, как это вообще все происходило. Это было реально по-настоящему. С тех пор в Смоленске самые низкие показатели по наркоторговле в Российской Федерации. То есть мы сбили эту пену, и особо больше она и не возвращалась. Потому что все есть эволюция, все есть прогресс какой-то. И когда полностью вырезали, то потом заново оно не особо вырастает. Потом пришел новый губернатор, который был, его звали Маслов. Он был до этого начальником ФСБ. Он покрывал наркоторговцев, о чем непосредственно его сотрудники этого Маслова и говорили. Прекращай уже свое дело, сколько тебе может. ФСБшники, конечно, ребята крутые, но дико продажные. И меня просто выпендрили, просто дали пенка под зад. Прежний губернатор за такие успехи обещал орден. Я изложил весь наш опыт, выступал в Государственной Думе. Меня перед комитетом закрытым по борьбе с коррупцией. Меня выслушали, потом это все донесли до Путина. На основании моих рекомендаций был создан госнаркоконтроль и упразднена налоговая полиция. Это были мои такие дела. Мне было только 25 лет, чтобы вы понимали. 25-26. И при этом я оставался очень веселым, добрым парнем. И когда мне дали пинка под зад, я особо не расстроился. Для того, чтобы контролировать наркоторговлю в городе и в местах скопления массовых людей и на дискотеках, мы создали охранное предприятие под эгидой губернатора. Оно недолго проработало, но результаты были высокими. И когда меня выгнали, то охранное предприятие осталось, то есть на жизнь меня хватало. Вот, собственно, какое-то время оно существовало. В 2005 году они кормили меня очень хорошо. Я смог квартиру себе купить. И вообще как-то, ну, жил припевающе. То есть была такая, знаете, как награда на пенсию. Длилась она недолго. Потому что это тоже отобрали. Смелился мэр, который еще раз губернатор снимался. И они вообще дали мне пинка под зад. И я потом уехал в Москву, в Сергию, в Посад. Построил там ашрам и стал проводить эти дети. Стали распаковываться эти знания, полученные в Тибете. И я об этом не жалею. Вот. Но в 2005 году умирает от рака мозга моя мама. И у меня был настолько сильный стресс. Я очень сильно ее любил. Что было озарение, что я не тем живу, проживаю не свою жизнь. И после этого просто от всего отказался от этого. Просто стало сыпаться вообще. Кашляю. Да, я сейчас ковидом заболел чуть-чуть. Ну, все болеют ковидом. Уже выздоравливаю. Всех вылечил. Сам выздоравливаю в последнюю очередь. У меня есть метод классный. Лечение ковида. По выходным я даю сеансы групповые за субботу и воскресенье. За два дня. Сеансы в 13 часов. В субботу и в 13 воскресенье. За два дня люди, как правило, выздоравливают. Вылечил очень много людей. Очень много отзывов. Сейчас я поставил себе цель собрать все эти отзывы. В единое целое с заключениями врачей. С отзывами людей. Чтобы люди знали, что у меня ковида очень просто. Лечение вообще элементарное. Вот так вот. Я продолжу. И вот от рака мозга умирает мама. Я понимаю, что я занимаюсь вообще ни тем и ни туда. И вообще зачем это все. И начинаю мечтать о том, что все-таки надо заниматься своим делом. Но тут я слышу голос учителя, который говорит, ты должен создать круг. Ты должен создать ашрам. Ты должен проводить ретриты. Все. Полим. Все. Он распродал. Все. Переехал по Москве. В Сергиевом Посаде. С этого месте. Рядом с Сергиевом Посадом построил большой деревянный дом. В общем, по стопам Сергия пошел. Очень скромно, спокойно. Ко мне стало прижать много людей. В интернете я сдал сайт, где об этом рассказывал. Это был 2008 год. Народу прижать стало по 30, по 40, по 50 человек на эти ретриты. Записи от ковиды, смартфоны, конечно, есть. Но сначала записи, если можете взять свежий. Вот сейчас будет буквально на днях. И знания стали распаковываться. Я ходил в трансовое состояние. И в нем просто не зливали знания. И мы записываем диктофон. И сейчас вот скоро выйдет книга «Путь ученика», где я рассказывал законы космоса, законы ученичества. То есть все, что вложил меня учитель, стало распаковываться. И диктофонные записи эти сейчас. Мы переводим тексты. Перевели уже. Причесали чуть. Получается, потрясающая книга. Стал книги писать. Историю Наврунг написал тогда как раз. Историю доктора Войновского. Книги вообще удивительные. Они, ну, такие, нереально волшебные. Так вот. При этом мне очень хотелось к учителю на повышение квалификации. И мне сказал, хорошо, приходи. Говорю, а где? Ну, я сейчас в Шамбале, сказал мне учитель. И как бы, ээээ, я сейчас в Шамбале. Говорю, где Шамбала-то? Ну, найдешь. И тут я вспомнил, что был такой международный центр Эрихов. Там была такая Людмила Шапошникова. Была конференция. Я к ней подошел к Шапошникову и спросил. А вы знаете, где Шамбала находится? Он говорит, конечно, знаю. Путь к ней находится в картинах Николая Рериха. Там есть картина «Певец Великой Шамбала». Путь Шамбалу – картина. Вот там все можно найти. Говорю, вы знаете географическое место? Он говорит, конечно, знаю. А чего они там? Не пригласили. Скажите, кому-нибудь закон космоса. Ой, есть очень классный закон, называется «Трансляции». Что каков поп, таков и приход. Закон космоса в прямом смысле слова. Когда есть какой-то коллектив, и там есть лидер, то рано или поздно, так или иначе, хотят люди или не хотят, они все равно под этого лидера перемагничиваются. Либо уходят. Одно из двух. Либо ты становишься ихний, либо, если не ихний, то среда тебя выпуливает. Называется закон «Трансляция». Или, например, закон «Карма», что окружающее пространство упруго. И все, что ты создал, потом возвращается к тебе. Кстати, на следующей неделе у нас будет два аж прямых эфира с одним парнем, который у своей школы развития тоже как раз про Тибет, про Зашамбалу, про законы космоса. Будем общаться уже в виде диалога. Но я продолжу. И вот он сказал, «Диди, Зашамбалу». Хорошо, «Хартина Хрериха». В это время вышла дневниковая запись Елены Рериха, где было сказано, что мы проходим через перевал Тангла, мы проходим рядом со стенами Великой Шамбалы. Вышла книга Елены Рериха, ее письма, где она пишет сотрудникам, что умер, Николай Рерих ушел из жизни. На Мольберте осталась его картина, певец Великой Шамбалы. Это его любимая картина, он ее закончил как раз. Так знаете же, что там огненная гряда, за которой, которая там изображена, это не что иное. Вот эта картина. Это Великая Шамбала. За этой грядой находится Шамбала. То есть вот если ее обойти, то Шамбала находится как раз за ней. Ну, отлично, подумали мы. Классно. А где это место находится? Величайшая священная Тангла. Да, есть другая картина. Вот уже не певец Великой Шамбалы, гряда та же, но чуть-чуть поближе. Видите, та же река, та же гряда. Вот давайте сравним еще раз. Вот певец Священной Шамбалы. Видите, отлично. А где же она находится, этот перевал Тангла? Перевалов несколько на самом деле. То есть Тангла это гряда, и несколько дорог проходят через нее. И тут вышли в свет дневники экспедиции, где была карта. То есть на гугл карте вообще, чтобы вы понимали, как выглядят эти несколько разных перевалов. Но там вообще не поймешь. Она выглядит вот так. Вот смотришь на гугл карту. Упс. Где же здесь перевал Тангла? Где же здесь перевал Тангла? Непонятно. Но если посмотреть внимательно, то вышли карты Юрия Рериха. Экспедиции, где он прокладывал четко. И мы наложили ее на гугл карту и получили. О, мы получили вот такой вот путь. Смотрите, то есть мы наложили на гугл карту, карту экспедиции Рериха. По озерам ее вот приноровили. И по главным точкам. И поняли, где проходит. И мы получили на гугл карте точку, где находится Шамбала. Круто же. Ну что, мы пришли туда, дорогие друзья. Знаете, как было круто? Теперь, видите, сравним вот эту вот картину. А теперь, внимание, я сейчас покажу вам фотографию. Это уже место. Узнаете, не правда ли, да? Круто же. А то ж. Больше того, есть карта, уже фотография, где Рерихи проходили. Это же самое место. Ну, прямо фотография их. Вот она, она. Видите, та же река, та же гряда. Все то же самое. И по гугл карте все четко совпадает. В общем, крутотень. Все. Мы это местечко нашли. Нашли и счастливы. Сейчас еще раз покажу картину этого места. Вот и надо. Мы молодца. Хорошо, дальше-то что делать? Надо же как-то туда. Надо? Наверное, надо. Первыми пошли туда мои друзья. Даша, Андрей. Они прямо туда пошли. Сейчас. Была крутая команда тогда. Это потом, это уже во второй поход пошли. А в первый вот. Дашка, смотрим. И они плюс-минус поняли. Как вы понимаете, пермиты. Как вообще протоптать этот путь. Пришлось там васькаться с тибетскими чиновниками. Там пивом их отпаивать. В общем, все. Ребята сделали главную работу. Они мало сам. После этого мы пошли уже толпой. Вот так вот переправлялись через горные реки, например. Потому что они очень бурные. Кони там, заметьте, плавали. Мы встречались с самими йети. Вот, пожалуйста, фотографии их следов. Они там ходят на высочках. Вот такие вот удивительные следы. Когда йети бегают, и между их следами расстояние метр по три, то они настолько мощно продавливают почву, что вот прямо она вот прям продавливается. Я еще не нашел сейчас фотографию, где идет снежный барс вместе с йети. И между следами йети 2 метра, где-то 2,5 метра. И снежный барс рядом. Кроме этого, мы видели, как йети охотятся за сайт. Как снежный барс охотятся за сайцем. Также мы видели гнездо йети. Место, откуда он наблюдает за долиной. Оно выглядит вот так. Вот такая скала. Видите, там камешки, веревочка. И наверху из веревок сделанное. Не то увеличивается. Ну, в общем, есть. В общем, очень круто. По первости, йети нас очень пугали. Но мы говорили, все, мы идем в Шамбулу, нас пригласили. И йети переставали пугать. Надо сказать, что местные знают про йети, называют их горилла. Потому что йети высотой на метр три. Местные видели их очень часто. Говорят, это гориллы, они тут живут. Снежный человек, да. Живых йети, да, мы тоже видели. У нас было удивительных несколько случаев, когда мы их видели всей толпой. Снежный барс для йетиков для нас домашняя кошка. Да, это пацаны, домашние животные. Мы их видели, ну, натурально увеличен. Причем рассмотрели достаточно хорошо несколько раз. Они живут именно в этой долине. В других долинах они не живут. Чтобы вы понимали. Почему они охраняют подступы к Шамбале от неосторожных путников, которые не туда дошли? Чтобы Шамбал не тревожить, ибо нефига. Вот фото я эти, к сожалению, не смогли сделать. Потому что они держались в достаточно большом расстоянии от нас. Но у меня такая мечта, что, может быть, однажды мы туда подъедем. Там прям дорога близко подходит. Там вся долина в гейзерах. Там прям все бурлит. Там теплая долина. Потому что Шамбала тоже обревается внутри теплыми источниками. И есть мечта такая, что мы однажды приедем, начнем разгружать машину. Тут подбегут еди, помогут нам разгрузить. Палаточку поставят там. Покошеварят там. Воду принесут из ручья. Из речки. Вот такое. Еди очень разумны, да. Они прямо настоящие. Есть еще медведи. Есть волки. Волки огромные. Просто размером с быка, наверное, небольшого. Просто они, ну, просто, вот, больше волкодавов. Я видел стаи волков там. Ну, к нам не подходят. Медведи тоже очень большие. Когда медведи становятся на задние лапы, то он высший человек. Но они к нам тоже не подходят. Они, и волки, и медведи питаются бурндуками. Там огромное количество этих сурков всяких разных. Еди очень разумны. Они четко понимают, кто пришел, зачем пришел. И вперед. Спрашиваю, знакомы ли вы с книгами Рикла? Да, знакомы с книгами и с ясновидящими. Все это дурдом. Я хочу сказать, что Рикла это просто подделка. Но пойдем дальше. Давайте. Вот таким вот образом мы переходили через горную реку. Потому что она потом по пояс была. Мы не могли через нее перейти. Поэтому там можно ходить только в мае и сентябре. Все остальное время вообще адрю. Вот. И вот, смотрите, вот одна моя фотка молодого, который был в Тибете. А вот другая моя фотка уже совсем недавняя. Там же, в тех же горах. Потому что мы там были и в мае, и в июне, и в августе, и в сентябре, и даже в ноябре. В ноябре там было вообще холодно. Но так как вся долина в гейзерах, то источник воды всегда можно найти. И нормально совершенно поработать. Ну, нужно покушать, попить чайку и поработать. Кроме того, мы там нашли потрясающий, совершенно потрясающий, огромный такой метеорит. Вернее, как там, кратер метеорита. Смотрите, какой он большой. Там прям четко видно, что вот метеорит прилетел со стороны, вот где мы сейчас смотрим. Там впилился под градусом, где-то 80 градусов. Сквозь лед там было очень хорошо видно, что глубокий метров 20 этот колодец. И вот видите, мы там маленькие стоим. То есть, вообще, вот с выброшенной землей, это радиотелетра в 100. Судя по тому, какой вообще большой кратер этого метеорита, вес его был, ну, несколько сотен килограмм. Никакие биологи вам не поверят в размер волков. Ну, и там они огромные. Там они еще охотятся на яков, и 4-5 волков задирают яка. Як сам по себе большой. Тибетские волки просто огромные. Не знаю, это просто что-то было, просто страшно смотреть. То есть, ну, размеры вы с медведя, наверное. Целительство – это дар. Каждый может себе стать целителем. Но в моем случае это дар. Поэтому он так яркий, мощный. По большому счету, в потенциале каждый может. И у меня есть курсы, где мы этому обучаем. Так что записывайтесь и будьте тоже. Оружие было. У нас был газовый баллон такой, на медведей большой такой. Перцовый баллончик. Струей метров 10. Я однажды воспользовался против местных собак. Мы проходили мимо деревни, стали там чуть отдохнуть. И нас окружили местные собаки, тибетские мастифы. И они стали сужать круги. И когда вот уже я вижу, что они уже готовятся к прыжку. Уже метров пять осталось. Я достал оболочек. И с подредницами на стороне пшикнул. С подредницами всегда приходит вождь собака. И он получил порцию нормального перцового такого газа в борду. И ушел. И все остальные ушли за ним. Я говорю, закон космоса. Закон трансляции. Какого повода, таков приходит. Есть главы всегда. Что будет в будущем с нашей властью, с медициной на конец? Ну, во-первых, я не считаю, что наша власть самая плохая. Я считаю, что в Америке власть гораздо хуже. Почему? Ну, я пожил в Америке. И понимаю, что в России гораздо лучше. Почему? Потому что стабильно. Знаете, самое главное, что хочется вообще по жизни, это стабильность. Можно было спокойно работать, было спокойно растить детей, чтобы тебе не навязывали пидорасов на каждом шагу, чтобы не переписывали историю, чтобы как-то поправить, чтобы все было. Поэтому наше руководство в этом смысле меня устраивает. А то, что экономически тяжело. Но если вы считаете, что экономически тяжело, езжайте в Турцию, попробуйте там бизнес организовать. Или в Чехию, или в Германию. Ведь мы все граждане мира. Взял загранпаспорт Зубу, поехал, организовываю бизнес. Тяжело в России. Тебе российской власти нравится, поживи германской власти. Я вас уверяю, что вам очень не понравится. Потому что я жил и в Германии, и в Австрии, и в Турции. Но я в Турции есть своя компания, в Америке была своя компания. Я так, ну, нормально помотался по миру. Даже собирался в Китае открывать свою компанию. Это несложно. Но в Китае при всех несложностях открытия и ведения бизнеса, и там очень много богатых людей, там несложно зарабатывать. При этом в Китае все-таки настолько нет свободы совсем от слова «совсем», что я бы вам не посоветовал, вам очень не понравилось бы. Так что Россия – это очень свободная страна по сравнению с другими. Дмитрий, как можно пройти у вас курс лечения? Ну, смотрите, я через несколько дней буду в Питере, буду принимать пациентов. Потом в Москве. Потом в Турции. Кроме того, я работаю еще онлайн. Кроме того, у меня еще целая куча сотрудников. Так что пишите, все будет. «Горы и зеркала видели?» Правда ли, что время Шамба лечет по-другому? Ну, то, что время Шамба лечет по-другому – это абсолютный факт. Я вам еще расскажу одну историю. «Горы и зеркала» – это в районе Кайлаша. А Шамба находится очень далеко от Кайлаша, несколько тысяч километров. Так вот, поехали дальше. Что-то вам хотел еще показать. Да, и там везде гейзеры вот такие. Тоже очень интересно. Бьют из земли. Причем здесь вот, может быть, очень хорошо видно. Это было в ноябре, зимой, все замерзшее. А подо льдом плавает рыба. 25 тысяч метров зимой. Почему? Потому что там теплые источники постоянно. То есть там ничего не замерзает. Вернусь к нам. Шоу, вернусь. Преверзи публикацию. Так, хорошо. Я здесь. Итак, по поводу времени. Как оно начнет по-другому? Ну, как я уже говорил, мой учитель достаточно древний. Ему, ну, лет 500, наверное. Я горжусь тем, что он выбрал меня, а не какого-то другого чувака. Может быть, музыка, не знаю. Я думаю, что всегда есть конкуренция. Всегда он выбирал из кого-то, выбрал меня из какой-то группы товарищей. Или не товарищей, не знаю. Может быть, даже не один я приезжал к нему. Не знаю. Ну, то, что я знаю наверняка, что технологии, которые он мне передал, они реально работают. И вот сейчас, я уже рассказывал об этом, на Эльбрусик, у меня приехало несколько людей с онкологией. У них уже опухоли стали уходить за несколько дней. Это делается вообще легко. Ковид легко вылечивается. Детские заболевания. Я еще буду в Питере, в Москве, в Подмосковье вести прием, потом в Турции. Это моя миссия научить мир вылечивать рак очень быстро. Это болезнь, которая не стоит всех тех страхов, которые вокруг нее рисуются. Фото-ети нет. Эфир, да, я сохраню. Администратор, кто не отвечает, то отвечает. Напишите мне еще раз, и я вам отвечу. Хорошо? Шамбала – это физическое место. Да, вполне реальное. Давайте я вам расскажу немножечко про Шамбала. Это гора, внутри которой была река, когда на ней был ледник. Ледник ушел, потому что было глобальное потепление. Около 13 тысяч лет назад вообще ледниковый период закончился. И река тоже высохла. И вот русло высохшей реки – это 35 этажей, витков внутри горы. Ну, тогда прилетел метеорит, пробил стенку в узком месте и покатился вниз, и упал на дно. Этот метеорит называется Дар Ориона, или блуждающий камень, камень Грааля. И в том месте, где он упал, в этой горе находится Шамбала. Здесь на фотографиях она есть. Я вам сейчас ее покажу. Мы стояли прямо рядом с ней. Вот видите, если посмотреть на эту фотографию, то вот чуть-чуть правее группы нашей. Вот там гора, и вот там за ней Шамбала находится сразу. Вот за этой горной грядой она находится, скажем так. Мы подходили к ней вплотную. Больше того мы... Ну, там местные погонщики есть. Сложно лошадках, яков пасут. Мы видели, как виманы взлетают из Шамбала и возвращаются обратно. Это, конечно, потрясающе. Мы видели, как ети там ходят. И не только их следы, но и самих. И Глорелих описывал, что вот эти вот гейзеры, которые во всей долине, огромное количество, из-за близости магмы, это же тепло питает и эту гору. То есть внутри Шамбала тепло, внутри этой горы. Возле этой горы находятся кельи людей, которые там живут. Также находятся музеи, всякие разные сокровищницы. Лаборатории в огромных количествах. Караванный путь проходит мимо Шамбала. И раньше торговцы приносили что-то караванным путем, что им заказывали. Тут было много транспортных цепочек. Например, у них есть летательный аппарат, свой Виман. Мы видели, и Глорелих его описывал. Также в Шамбалу выходит пещера, с которой есть различные выходы в другие места. Через телепорты, самые настоящие. Например, Николай Рерих, книги Алтай и Гималайи, рассказывает о том, как он из Алтая попал в Шамбалу, Гималайи. За два дня всего лишь. По подземной пещере. Причем эта пещера до сих пор существует, но она взорвана была в советское время. И завалена камнями. И он говорил, что он не одинокий такой. Когда он шел в этой пещере, то он видел двух монголов, которые тащили в Шамбалу мускусного барана для опытов. А он же возвращался из Шамбала. Кто-то сидит. Вот это кто-то из наших сидит. Вот это мой Шамбал. Вот у меня прям сейчас прямого доступа нет. Ну, вообще, когда мы фотографируем, у нас даже видео есть. У меня на моем YouTube-канале есть целая папка, подборка фильмов про Шамбалу. И там мы Шамбалу облетели даже на квадрокоптере. Вот. Надо сказать, что возле Шамбала очень напряженная атмосфера. Мы один раз поставили лагерь очень рядом, где-то километрах четырех от Шамбала. И было очень тяжело физически. Мы выпадали из пространства, периодически забывали, где мы находимся на несколько часов. Каждый по очереди. И когда мы оттуда отошли, было ощущение, что фух, отпустило. Есть очень интересная история. Дело в том, что моего учителя, его зовут Муря, с ним была знакома еще Елена Рерих сто лет назад. А до него была знакома Елена Блавацкая еще за 70 лет до этого. И при этом он говорил, что Муря был рожден где-то в 15 веке. И тогда он был таким же молодым, как видел его я. Так вот, интересная история. Однажды сотрудник Блавацкой, полковник Алькотт, вместе с другими ребятами, путешествовали в горах и жили в палатках. Останавливались и шли дальше, таки туризмом занимались. И однажды утром Алькотт просыпается и видит, что на постели его соседа лежит записка. Мы забрали его в Шамбулу. Не трогайте постель, если хотите, чтобы он вернулся. Ну, как бы такие магнитические условия должны были быть соблюдены. Прошло три дня, и через три дня парня вернули. Когда его забирали, он был тщедушным, 14-летним подростком, худым, с торчащими костями в разные стороны, таким тощим, бледным. Когда через три дня его вернули, то это был возмушалый, выросший юноша, широкоплечий в мышцах, с бронзовым загаром, на голову выше того юноши, каким он ушел. Вопрос. Наверное, в Шамбале время это что-то иначе? Наверное, да. Говорят, что в Шамбале есть порталы в Москву, Париж или Нью-Йорк нет. Города они не ходят. Они ходят рядом с городами. В Подмосковье, в предпарижье, в предрибье и в окрестностях Нью-Йорка. Там, кстати говоря, есть свои горы. Меня всегда приглашали, когда я в Нью-Йорке жил. Моего учителя зовут Моря. Сашка пишет, можно меня тоже в Шамбулу забрать? Саш, здравствуйте. Вы были внутри? Нет, я не был внутри. Меня лишь подпустили к стенам, и йети подпустили меня к стенам. То есть мы были рядом. В Нью-Йорке не пустили. Почему? Ну, я встречаюсь с учителем возле Север-Шамбала. Я спросил, почему? Я тоже хочу, В Нью-Йорке. И он говорит, хорошо, я тебе объясню. Мой учитель, как правило, очень мало говорит слов, он показывает. Он объясняет, создавая такой поток атмосферы. И он погрузил в нее такое глубокое трансовое состояние. И взял демоверсию. Может быть, мой долгое тело взял. Может быть, просто показал, какая напряженнейшая атмосфера у Тишамбулы. Я там чуть не сдох за несколько секунд. Вот я вам честно скажу. То есть физическое тело мое не выдержало бы пребывания внутри. Потому что там внутри совершенно особая атмосфера. Внутри которой могут находиться как умершие люди, так и жители других планет. Ну, то есть там коллаборация международная. Это как бы, знаете, такой... Помните, был фильм «Люди в черном». И вот это их здание, где инопланетяне проходили там пограничный контроль. И были представители разных наций. Вот Шамбала такое место, куда прилетают люди с разных планет. С разных солнечных систем. Люди с разных надземных и подземных миров. Все там происходит. И там происходит мощное напряженное сотрудничество. Внутри Шамбала находится такой прибор, который накачивает постоянно в воздух особый газ. Внутри Шамбала пахнет лилеем. Но лилея – это не ароматизатор, а это особый газ, который настолько гармонизирует пространство, что жители разных миров могли бы там находиться. На высоте выше 5000 метров над уровнем моря. Вот такая история. Конечно же, когда хорошая погода и мощное давление, поскольку 35 ветков, то сквозь где-то трещины в камнях этот газ просачивается. Как мы, собственно, нашли Шамбала? По нюху. Облако нас накрыло, и мы шли туда, где против ветра. Так мы ее нашли в итоге. На эфире сохраню, конечно. Шамбала находится в Тибете, на границе Тибета и Китая, в долине, через которую проходили китайские войска, когда входили в Тибет. Нам долго не давали разрешения для проникновения в эту долину, потому что думали, что будем снимать фильм о вторжении китайцев. Этот фильм будем направить против китайцев. Ну, ничего подобного. Мы заверили, что там шел великий художник, у него была экспедиция, мы хотим там побывать. И сейчас мы ездим туда каждый год. То есть прилетаешь в Алхасу и приезжаешь на поезде, садишься на автобус, доезжаешь до поселка Накчу, отмечаешься в полиции, до поселка Мамдо, отмечаешься в полиции. Потом дальше едешь в сторону Китая по трассе 109 и, собственно говоря, за перевалом сворачиваешь направо и доезжаешь до того места, пока ты не видишь вот эту вот картину. Вот она будет у тебя буквально за окном твоей машины. Это прямо снято с дороги. Можете себе представить, да? А вживую это выглядит вот так. Видишь эту картину? Выходишь из машины, пересекаешь через горную реку, берешь левее. Вот, смотрите, как Рерихи брали левее. У них же получилось. Это фотография с сайта Нью-Йоркского музея. Кстати говоря, в Нью-Йоркском музее Рериха я читал лекции по Нью-Йорке и рассказывал для учредителей музея и для всех желающих про нашу экспедицию. Там было много народа, битком. Вот, берешь левее и там находишь, собственно говоря, через где-то километров 15 пути, эту самую гору заснеженную. И она и есть Шамбала. Понятно, что если ты просто решишь туда попереться, то Йети тебя отпугнут так, что мало не покажется. Но это потом будет. В случае на штанда братства Йети там вот. Сейчас вам покажу. Мы встречались с Йети, и вот это след Йети. Они ходят на передней части стопы, как североамериканские индейцы. И Йети – это такая махина 3 метра высотой, покрытая шерстью, как обезьяна, но ходит на задних ногах как раз таки. Это передняя часть стопы. Вы видите, насколько она большая стопа человека. И она продавливает грунт очень мощно. То есть он же весит килограмм 300. А когда он бежит, то между шагами метра 3, и выглядят они вот так вот глубоко продавленными. Кроме того, у Йети есть свои гнезда, с которых они наблюдают за долиной. Это гнездо влияет вот таким вот образом. Там прямо видно, можно залезть, чтобы забраться. Там мы нашли прощу. Это интересно. Которые Йети пуляют в маленьких животных, но пользуются прощой. Откуда появились Йети? Мой учитель рассказывал мне, что когда были большие, грандиозные катаклизмы, то очень мало осталось людей на земле. И оставшиеся выживали как могли. Кто-то ушел вниз под землю. Подземные города, Агарти их называют. Кто-то, как Йети, понадеялся на свою физическую силу и стали дичать, покрываться шерстью. То есть пошли вот по этому пути. Кто-то взбивался в кучки, шел на крайний крайний юг и там выживал среди фруктовых деревьев, сражаясь с дикими животными. Ученые говорят, что сейчас нынешнее человечество произошло от 300 человек. Так вот, мой учитель говорит, что скоро будет такой же катаклизм, который поглотит всех. И глобальное потепление, и эпидемия ковида, которая сейчас есть. Было предсказано Елена Релих, тоже ученица моего учителя, еще 100 лет назад. Что это приведет к гибели человечества уже буквально вот скоро. Моему учителю лет 500 где-то. Место, конечно, потрясающее. И каждый год заходим, только вот в прошлом году не были. Вот таким я был молодым, когда впервые туда попал. Но попал я не в Тангла, не в Шамбулу, а это был город Шигадзе, где я встретился с моим учителем. Это древний город, стоит странного замка. Там на острове Ташилумпо, который всегда был в отчине Махатман Шамбулы. Там жил Ташилама, который был послом Шамбулы в Тибете. Ну, хаси. Вопрос, вы все погибли от ковида? Друзья мои, каждую субботу и каждое воскресенье в 13.00 я еще провожу закрытые, конечно же. Можете писать в шапке моего профиля. Сеансы от ковида где-то полтора часа. Вожусь в трансовое состояние и убиваю ковид легко. Вот сейчас ко мне приехала пациентка с ковидом. У нее температура, жгет легкие. Я быстренько за один сеанс вылечил ее температуру, сразу упал и все. Я собираюсь жить, пишет человек. Главное, чтобы жить собиралась с вами. А то вы себе понапридумываете. А оно как-то жить не придумает. Ладно, это все фигня. Так вот, в этом году я не был в Тибете, потому что Китай закрыл границы. Мне очень печально, очень соскучился по учителю. Я знаю, что он меня ждет. И при первой возможности, когда бы ни открыли границы китайские, можно будет ринуться и попасть в Тибет. Снова туда я хожу со своими учениками. Надо сказать, не хожу один. Обычно не больше 12. Как-то мы пошли группой, 13 человек, и одного человека не пустили. Просто ему забыли выписать разрешение. Мои ученики говорят, что 12 – такое число космоса, которое означает, ну, как русский слух, язык, знаете, дюжина, дюжи, сила. Если 13, то это уже чертова дюжина, то есть разрешение от силы. Какое будущее человечества в ближайшие 100 лет? Нет, я могу сказать, что в ближайшие 5 лет. В ближайшие 100, я не знаю. Это через 5 лет цивилизация не станет, говорит мой учитель. Все будет совершенно в другом, и людей будет гораздо меньше. Ну, он говорит, что около миллиарда останется. Тоже неплохо, да? Почему нет? Вот такие вот гейзеры в той долине происходят. Вот, в это воскресенье у меня будут ответы на вопросы в 11 утра. Приходите, я всем все расскажу. 12 – нет, это вот, я один из них. Учитель там меня ждет. Вот девушка пишет, что у меня поднималась температура до 40, а после сенса с вами больше не поднималась. Я же говорю, что мое воздействие убивает вирус. А потом тело потихоньку начинает восстанавливаться. Как остаться в живых? Надо иметь солнечное сознание. В новый мир перейдут те люди, которые достойны жить в сатте-юге за том веке. Об этом великие упанишады рассказывают, веды. А наступает время сатте-юге. Те люди, которые достойны в это время жить, они останутся. Те, кто не достойны, не останутся. Поэтому по наказу своего учителя я создал школу свободы, где мы обучаем людей как раз-таки солнечному мышлению для того, чтобы они создали прецедент. И когда все начнется, все-таки с им разумом, с им мудростью накрывали с собой всех остальных и успокаивали, и могли бы их влечить и так далее. Что вы думаете за счет прививок? На работе обязывают делать. Ну, что? Голь на выдумке хитра. Войти это все дело можно много раз, но я об этом не буду рассказывать. Выживут только богатые, пишет Нина. Нина, как раз-таки я с вами не согласен. Богатые как раз-таки не выживут. Потому что, как говорится, великий Христос, который очень безмерно уважаю и любит, проще верблюду пролезть в угольную шкуру, чем богатому Царствие Божие. Кстати, Юга – это Царствие Божие на земле. Помните молитву очень нашу? «Да будет Царствие Божие на земле, как на небе». Вот это оно и есть. Так что ковид уберет не всех, а только тех, кого он уберет. Моя очередь говорит, что миллиард человек все равно останется. Ну, отлично. Гепатит есть сейчас победить? Да, у моих пациентов гепатит уходит из анализов. Богатые тоже разные. Да, я вот тоже не бедный человек, отнюдь не бедный. Но при этом очень простой и очень добрый. Может быть, при коронавирусе, что нет температуры, еще все хорошо, мне говорят, что есть коронавирус. Нет, если у вас корона, то это болезнь. При болезни, интоксикации, боли и так далее. А то, что вам говорят, ну, знаете, говорят, что кур доят. Ну и что? Давайте в другую еще фоточку поставлю. Мы переправляемся. Это уже совсем недалеко от моего учителя. Всего лишь два дня пути пешком с рюкзаками. Но мы можем там даже на машине сейчас проезжать. Когда приезжаешь, когда вообще низкая вода, можно на джипе проехать. Вот, друзья мои. И, конечно же, я хожу в Тибет с учениками. Конечно же, не один. Но я беру только тех, кто близок мне по духу, кто уже какое-то время со мной. И, конечно же, это стоит еще денег. Эти поездки совсем даже не дешевые. Ну, поэтому есть люди, которые прям мечтают о Тибете, копят на Неву. Приобщаются к солнечному сознанию. И вот Тибет и там получают свои посвящения, свое озарение. И так далее. Если я не болел и не болею ковидом, может ли я пользоваться вашим марафоном антиковидом? Ну, я про марафон антиковид провожу уже полтора года почти. За это время, что только люди на них не вылечили. Несколько людей написали мне, что не вылечили даже онкологию. Опухоли ушли из организма на этих марафонах. Вылечили люди всякие разные болезни. То есть, на самом деле, это вообще излечение всего плюс-минус. Это возвращение, так сказать, к природному своему состоянию здоровья. А то, что при этом ковид уходит, ну, он же не является частью природы. Значит, нет. Так что, вот, приходите все на эти марафоны. Это даже не антиковид, а марафон здоровья. Правильно я так буду говорить. И антиковид заодно. Скажите про катаклизмы. Пожалуйста, в воскресенье в 11 утра я буду проводить вебинар. И буду начать на вопросы. Мы будем про это рассказать тоже, про катаклизмы. Давно еще с кем попадаться в Тибет. Ну, понимаете, мы ходим на не формате туризма. Мы ходим так, что состав заранее утверждается моим учителем. И те люди, которые не достойны того, чтобы туда попасться, их просто ноги себе ломают, банкротятся. Начинается трагедия в личной жизни, которую нужно заделать. То есть человека просто ненужного не пускают туда. Поймите правильно. Больше того, когда все-таки какой-то человек только на грани, нужный, не нужный, туда прорывается, то ему настолько плохо, что просто ужас. И он потом не очень помнит, что было. Поэтому давайте будем, наверное, стараться быть достойными, а потом уже туда. Можно ли нас есть все беременные? Да, я беременных тоже лечуя много раз. Хочу приехать в Турцию, приезжайте. Я вот где-то 24-го числа, наверное, появлюсь в Турцию. Буду тут целый месяц. Если хотите со мной пообщаться, полечиться, или просто пообщаться, пожить по одной крыше, приезжайте. У меня там целый большой отель, человек на 100. Пишите в личку, да, я отвечу на сообщение. Пишут, катаклизмы уже начались. Ну да. Елена Рейнер предсказывала глобальное потепление, предсказывала вот эти вот вирусы, эпидемию уничтожающих, сжигающих легкие и гортань. Все это было предсказано. На Страдамус об этом предсказала Ванга. Все они предсказывали, например, наше время, после начала 21 века, в начале 21 века. Все это предсказано, поймите. То есть информации полно. И все, что было предсказано, сейчас сбывается. Точности. Никогда не было такого, чтобы вот так вот все это происходило. Только сейчас. Это не секретные знания. Есть конкретные причины, почему дали разрешение про все это нам рассказывать. Нет, мне дали и секретные знания тоже. У нас был случай очень интересный. Мы после эти обеда с учениками сидели. И то, что обучение, которое они там получили, которое я получил, мы это все обсуждали. И мне задали вопрос, насколько я помню, про материализацию, дематериализацию, управление материи. Говорю, это вообще элементарно делается. И стал рассказывать. И вдруг мы все почувствовали, как в помещении воздух сгустился. Это было такое помещение с вторым светом. То есть там метров шесть комната такая. В хостеле, в Синине, в городе Синино. И мы почувствовали, как некий меч занесен от моей шеи. То есть сокровенные знания рассказывать нельзя. Я так, ээээ, ребята, сегодня нет, дальше не надо. И каждый раз, когда я подхожу к тому, чтобы случайно проболтаться и разболтать сокровенные настоящие знания, воздух сгущается, и все понимают, что сейчас будет какой-то невероятный трэш. Что сейчас просто понесутся клочки по заколочкам, и лучше не нужно. И тут же все говорят, не надо, не надо. Но вот так. Даже настоящие знания сокровенные тоже существуют. Нет, я их не разболтаю. Ничего же не сгустилось. Бог скоро придет на землю. Ну вот, сатия юга или царствие Божие на земле. Когда боги ходят между людей, когда бог опускается на землю, это будет через несколько лет. Но увидят это все время, не больше миллиарда человек. Все остальные в это время погибнут. Представляете себе, из 7, из 8 миллиардов человечества погибнет столько, что останется 1 миллиард. Это же цивилизация не станет. Как стать достоинным человеком? Я создал школу. Зазал школу свободы. Заходите на любой из курсов, который у нас есть, проходите его. Вот мне очень нравится курс прогрессорства, или «Моя жена ведет истинное я». Вели курс целительства и здоровья. И есть сердечная педагогика, например. Разные курсы. Сейчас, кстати говоря, моя ученица Люся Людмила Ермакова. Она, кстати говоря, потомок того самого Ермака, который звал Сибирь. Она открыла свой блог здесь, тебе от Шабала, где будет рассказывать про ученичество. Она много где со мной побывала. У нее родился ребенок, скоро 2 года будет. Классная девчонка, на самом деле. Такая природная, глубоглазая, красивая блондинка. Занималась танцами всю жизнь. И при этом очень умная. И она вот прям будет вести этот блог про ученичество «Давно мечтала». Вот. А как бы если денег нет, помочь нужно очень... Ну что, карма. Вообще, ко мне приезжают часто люди, которые оплачивают свое лечение. Деньги, которые они собрали в интернете. В общем, собирают хорошую сумму. Интернет большой. Если вы хотите, чтобы у вас было лечение, неважно где. Возьмите, соберите деньги. Какие-то какие-то вопросы. Ладно. Так вот. Как только откроется Китай, Тибет, сразу поедут туда. Уже давно не был. За новыми знаниями, за новыми посвящениями. У меня был момент интересный, когда учитель мне сказал, что мне нужно прийти в Тибет в ноябре. Потому что по звездам, по карме. Именно в это время мне нужно получить посвящение за его рук лично. Я ему говорю, ну, дорогой учитель, сейчас денег нет вообще. Все очень плохо. У меня с деньгами. И кроме того, холодно. Там 50 градусов мороза будет. И замерзнутся реки. О том, что там есть гейзер, я еще не знал. Ну, где ты приходи. Нашлись деньги. Сделали пермиды. Пошли с ребятами, приехали. Выживали, конечно. Было очень холодно. Нашли гейзеры, которых в воду брали. В общем, было круто. И получилось свое посвящение. Я вернулся обратно. Села в университет. Но замерз страшно. У меня было только одно в голове. Больше такой холод. Я не полез. Просто у нас была ошибка. Мы взяли летнюю палатку на голову ради зимы. Когда говорится, что останется в лес, остальные умрут физически. Когда СПБ. Ну, вот как раз-таки послезавтра. Восьмого я прилетаю в Санкт-Псебург. И начиная с девятого числа девять дней до семнадцатого включительно ввиду лечения будут утренние и вечерние группы группового лечения. Также будут индивидуальные сессии. Я приезжаю с сотрудниками, с волонтерами. Причем вылечим всех от всего. Количество мест. Там уже почти все закончилось. Так что, если хотите, то спешите. А то уже как-то не успеете. Все, друзья. Наше время вышло. Счетчик уже пошел. Прививку я делать не буду точно.